В США экс-спецназовца приговорили к тюрьме за шпионаж в пользу России. В Соединенных Штатах суд признал виновным в шпионаже в пользу России бывшего служащего сил специального назначения армии США. Суд Вирджинии приговорил его к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщает издание The Washington Post. Приговор в 15 лет и 8 месяцев вынесены 46-летнему Петру Дибински-Дибинсу из Гейнсвилла окружным судьей США. в основном соответствовал 17-летнему сроку, которого добивались прокуроры. Адвокаты защиты добивались пятилетнего срока. Адвокат Дибинса утверждал, что виновный нанес минимальный ущерб и что российские агенты шантажировали Дибинса, угрожая разоблачить его однополые влечения в военную эпоху, когда все еще действовало правило «не спрашивай, не говори». На слушаниях по вынесению приговора в Александрии Дибинс принес своеобразные извинения, в которых он в основном подчеркнул, как он стал жертвой ГРУ, российской разведывательной службы, и сказал, что он подверг себя опасности мести с их стороны за то, что признался им в своей службе. «Я страдал в одиноком молчании в течение 25 лет», — сказал Дибинс. Что касается опасности, которой он подвергается со стороны ГРУ, он заявил, ГРУ не угрожает, оно выполняет обещания. Напомним, в августе прошлого года Дибинса арестовали в США. По версии следствия, его завербовали в 1996 году в Челябинске, куда он прибыл по линии образовательной программы. С тех пор и по январь 2011 года он сотрудничал с российскими спецслужбами. В ноябре 2020 года Дибинс признал себя виновным в сговоре с сотрудниками российской разведки. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Пичкайт.